Творческая плеяда на сцене театра драмы и комедии «Триумф искусства» настроения виновникам торжества создаёт созвездие музыкальных и хореографических номеров. Работников культуры чествуют букетами, добрыми словами, наградами. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад. Наши специалисты города Бобруйска, конечно же, носят свой вклад в развитие культуры всей нашей страны. Сегодня достижения города Бобруйска известны и широко за пределами всей нашей страны. Достаточно сказать про фестиваль «Венок дружбы», арт-жижель, республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Мартинкевича. Это всё заслуга действующего поколения и, конечно же, наших ветеранов. Низкий поклон тем, кто стоял у истоков – напутственное слово для тех, кому предстоит творить будущее. В зрительном зале каждый наслаждается плодами своего же труда. Ради такой слаженной и мелодичной картинки работники культуры вкладывают всю душу в своих учеников. Результат того стоит. Этот концерт был такой вдохновляющий, были прекрасные коллективы города, было много награждено людей, которые внесли большой вклад в нашу культуру города Бобруйска. Спасибо всем огромное. И, конечно, когда дети танцуют и поют, ну, гордость, радость, что у нас такое подрастающее поколение. У меня сегодня особая гордость. Я на сцене театра посчитала, что сегодня были четыре мои ученицы. Вот это, конечно, большая гордость – видеть себя в продолжении на сцене. Это большое счастье. Заслуженная награда Ольги Борисовой находит свое место. Жизнь входит в колею творчества. Любимого педагога с горящими глазами встречают юные дарования, предвкушают начало увлекательных занятий. И я с огромным удовольствием свои знания и свои умения передаю детям. Вот. И я себя вспоминаю в детстве, как в детстве я очень скептически относилась к этим песням. Поэтому я очень стараюсь преподнести это детям так, чтобы им было интересно, чтобы это было современно и увлекательно. Стараюсь провести свои уроки так, чтобы дети с удовольствием прибегали на мои занятия. Вот. И с улыбкой в настроении заканчивали урок, и также из класса уходили в хорошее настроение. Таким составом фольклорный ансамбль «Перепелочка» только начинает свой творческий путь. Но сомнений нет. У талантов большое будущее. Мату на земля, пластинки уходит. Это Беларусь моя, это моя доля. Мне очень нравится тут учиться, во-первых, потому что, да, я тут пою, я тут хожу на фортепиано, всякие песни новые учим. Нам рассказывают о всяких народных песнях, калятках. Мне очень нравится здесь обучаться, потому что я всегда и везде пою. Просыпаюсь пою, еду в транспорте пою, учу уроки тоже пою. В этой школе особая атмосфера, потому что в ней работают и учатся очень талантливые люди. Здесь очень весело, очень многого научат и здесь вообще классно. Коллектив детской школы искусств имени Ловникова кладезь профи своего дела, которые всей душой радеют за мелодичность результата. Среди ценных кадров Анастасия Мякишева помпезно совмещает статус молодого специалиста и руководителя этой творческой группы. Да это жизнь, смысл жизни для меня. Столько лет вот этим всем занимаюсь, горю, конечно. Столько лет проучилась и всегда была интересна и концертная деятельность, и с детками работать интересно. Я, во-первых, училась в этой школе. У меня, когда встал вопрос про распределение, я сразу сказала, я пойду в Бабруйск, в свою музыкальную школу. Конечно, помогает и администрация. И за мной закреплен руководитель за молодым специалистом. Помогают и учителя, и коллеги, и администрация. Все, конечно, помогают. Работа за кадром. Уже 16 лет под чутким руководством Татьяны Клюевой учебный процесс проходит без сучка и задоринки. Коллектив творцов, а это 81 человек, точно знают. Имя родной школы всегда будет на слуху. Учащиеся наши, добиваясь больших результатов, участвуют в конкурсах различного уровня, международного конкурса, республиканские конкурсы. И получают большие награды. Лауреат становится лауреатами первых степеней, вторых, третьих. Они создают праздник. Сегодня в стране историю культуры пишут свыше 50 тысяч человек. Их работа зачастую остаётся за кадром, но их руками создаются и приумножаются славные традиции белорусского творчества. Елизавета Липеева, Максим Калинин. Итоги недели.